Уличная торговля на территории города Иваново будет регламентирована. Депутаты Ивановской городской думы на совместном заседании комитетов обсудили новый законопроект. Документ предусматривает ряд запретов. Например, нельзя будет осуществлять продажу скоропортящихся продуктов питания, надрезанных плодовощных и бахчевых культур, торговлю с коробок и ящиков. Ограничить документы торговлю цветами, выращенными на приусадебных участках. Продавать букеты можно будет только дважды в год, в преддверии 8 марта и Дня знаний. Мы утверждаем новые правила, мы прописываем туда те виды продукции, которым разрешаем торговать. Мы, по сути, на этой рабочей группе определили схему размещения объектов уличной торговли, включая и продукт питания, и плодовощную продукцию. Во время обсуждения законопроекта депутаты обратили внимание на непропорционально низкие ставки арендной платы в уличных кафе. Владельцы которых сейчас за квадратный метр площади платят 200 рублей. Администрации предложено проанализировать эту ситуацию и внести в свои предложения. При уличной торговле можно торговать, предположим, лимонадом в бутылках. В кафе тоже можно торговать лимонадом в бутылках, но цена отличается в 13 раз за метр размещения. И вот сейчас мы и задали вопрос администрации. Также депутатам предстоит внести изменения в одно из решений городской думы. Средства, полученные от продажи бани на набережной Уводи, с позволения народных избранников, направят не только на капитальный ремонт остальных городских бань, но и на их модернизацию. Ремонт требует практически все здания муниципальных бань. И вот я знаю, что по пятой бане и по шестой планируется провести газ и отключиться от общегородского источника, поскольку это принесет предприятию экономию. Предложенные законодательные инициативы депутаты обсудят еще раз, уже на пленарном заседании, и вынесут окончательное решение по этим вопросам. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.